В преддверии Дня Знаний почти все общественные организации подключились к сборам детей в школу. Комитет защиты детства и семьи «Колыбель» не исключение. Сотрудники активно формируют канцелярские наборы для первоклассников. А дарить планируют 100 ребят. В набор первоклассников входит альбом для рисования, краски, кисточки. Кроме того, дневник, пластилин, картин. Штон, тетради, ручки, карандаши. В общем-то, все, что нужно для школы. Эти вещи, конечно, нужны в каждом классе. Но вот именно для первоклассников мы решили в первую очередь. Спонсоры помогают и деньгами, и непосредственно самими канцелярскими товарами. В «Колыбели» подсчитали. Один такой пакет с фломастерами и альбомами стоит около 500 рублей. Вроде бы немного, а что, если детей в семье больше двух, трех и даже пяти. Плюс нужно понимать, тетради кончатся быстро, карандаши и эластики потеряются. Поэтому еще до начала второй четверти закупать все придется заново. К сожалению, в настоящее время далеко не каждая семья может позволить себе сбор ребенка в школу. Особенно это касается малоимущих и многодетных семей, где порой сразу несколько детей-школьников. И, конечно, родители говорят о том, что эта помощь очень важна и актуальна по сбору ребенка в школу. Важная статья Раскодов – школьная форма. Она дорогая и новая не всем по карману. Спонсоры принесли в колыбель костюмы на мальчиков и девочек. Но хватит, увы, не всем. В этом году мы выдаем школьную форму. Школьная форма состоит из такой вот водолазочки беленькой. Из сарафана. Из жакета. Это то, что касается девочек. Кроме этой формы есть еще наборы для мальчиков. Мы выдаем их тем семьям, которые наиболее нуждаются в форме. Тем семьям, кому не достанется новая школьная форма, сотрудники колыбели напоминают. У них работает вещевой фонд, в котором совершенно бесплатно можно подобрать одежду для школьников, обувь и спортивную форму. Поддержанную, но в хорошем состоянии. Итоги благотворительной акции подведут 29 августа. В детскую библиотеку для вручения подарков придут больше 70 семей. А пока сбор школьных товаров продолжается. Подарить улыбки детям можете и вы. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ, Иваново.